Эй, эй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Фуа Андрей и сегодня буду продолжать проходить Хёрст Файрон 4. Это мод Ред Хунгари. В прошлой серии мы сформировали Австро-Венгерскую Национальную Советскую Республику, повоевали с Австрией, с Асалакией, с Чешской Республикой. В этой серии я планирую повоевать с Королевством Мавороссии, с Польшей и залететь на Балканы. Что ж, давайте начинайте продолжать. Так, сейчас давайте-ка мы закончим фокус, никаких дальнейших унижений. Да, конечно, у нас здесь будет принт интернационализма на приютка национализма. Это у нас где? Вот. Чёрт, ну, будет немножко хуже. Но при этом базовая поддержка войны прибавится. Давайте подождём. Так, ну следующим фокусом давайте-ка продвинемся. Может быть, вот сюда зайти? Нет, нафиг не надо. Хотя тут поддержка фашизма, не даром, уменьшается. Ну и скорость со своей дивизии минус. Чёрт, ну зато... Подождите. А, ну да, ставка плюс организация. Нет, давайте-ка возьмём у короля, получим цель войны на Мавороссию. Потом продвинемся вот по этой ветке. Вот до сюда вот. И будем продвигаться дальше по целям для войны. Поехали. Так, и у нас в итоге происходит ивент Австро-Венгерско-Чешский компромисс. С момента образования Австро-Венгерско-Чешского королевства. Отсутствие народной поддержки наблюдалось. Мы предоставим богемию автономию, которая нас заслуживает, гарантируя, что они станут равноправными членами нашей недавно образованной и православной, прославленной нации. Граждане второго сорта не так продуктивны. Так, ну и всё, отлично. Мы национализировали ещё территорию. Так, у нас остались, нет, территории, которые здесь... Чёрт, да, у нас вот здесь вот территория осталась. Мне кажется, это всё-таки недоработка. Потому что у нас в итоге не осталось никаких решений на то, чтобы это... На то, чтобы национализировать вот эту провку Форальдберга. Возможно, потом мы сможем национализировать её. Давайте посмотрим, чьи из решения это. Ну-ка, славянская интеграция, тирольская. Вот, тирольская интеграция. А, подожди, это Адиджа. Это какой регион? А, это вот этот. А, подожди. Силезию, тирольская, швейцарская. Вот. Швейцарское плато. А почему Форальдберга-то тут здесь нету? Мне очень интересно. Это, видимо, всё-таки недоработка мода, потому что вот этого региона нет. Швейцарию, то есть, можно было национализировать? Италию можно, Австрию можно. Вот эти регионы, понятно, что Германия нельзя. А вот здесь вот нельзя. Прикольно. Ну, может, потом национализируется сам по себе. Ладно, давайте продолжать. А, нормально. И в итоге Югаслай у нас объявляет войну Греции. И в ней начинается гражданская война. Самое прикольное, что здесь восстал Владимир Бакари. Бакарич. Бакарич. Интересно, у него есть древо фокусов? Чёрт, у него нет древо фокусов. Но подожди-ка. Мы с ним в нормальных отношениях. КПЮ у них партия сейчас в власти. Это до того момента, как мы как раз таки хотели уже наступать. На территории... На территории кого? Мавороссии. А, и в итоге образуется какой-то альянс. Сообщество Корфу. Так, давайте-ка. Во время войны сейчас возьмём пока что хорошо спланированную мобилизацию. Чтоб на частичную прилететь. А, у Украины здесь шаблоны просто-напросто каски. Поэтому влетаем без проблем. Сейчас накинем ещё авиацию. В том числе. Вот так вот накидываем сейчас. Вот так вот. Отлично. Начинаем сразу же атаковать. Сюда. И сюда. Уж, конечно, со всех сторон сразу. Давайте попробуем. Ну да, да, да. Мы прорвём здесь. Как нефиг делать вообще. Вот здесь особенно. Так, давайте, давайте, пацаны, давайте. Смотри, что делаем. Смотри. Сразу сейчас. Опа. И вот так вот. Давай, 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 давай. Всё. Просто прорываемся. Знаешь, как сделаю сейчас? Смотри. Вот эти вот части вот сюда пустим. Всё. И просто сейчас наблюдайте за этим. Па-па. Па-па-па. Па-па. Па-па. Так, ну и в итоге Украина капитулировала. Давайте забирать все территории, естественно. Забрать все. Отлично. Так, теперь мы еще больше разрослись. Здесь мы можем сейчас реинтегрировать Карпаталью. Карпатскую Русь. Так, польско-украинская. А ну что здесь нужно? Краков, Львов. Подожди-ка, Станиславов. А, ну Станиславов нам тоже здесь нужен, подожди-ка. А, так. Так, не-не-не, подожди, польско-украинская. Станиславов, Буковина, Львов, Краков. Все правильно. А, и Карпатскую Русь тоже, все, отлично. Сейчас выставляем военные заводы в итоге. Исследования сразу давайте поставим. Вот так вот. Переключимся на автоматы. У нас, кстати, есть Мосинки откуда-то, я не знаю откуда. Так вот, мы сейчас политку прожмем и национализируем это дело. Но пока что дожидаемся хорошо спланированного второго этапа мобилизации. Продолжаем. А, германская империя уявляет войну в Советской Литве. Видимо, они не согласились из-за мемеля. Я, конечно, все понимаю, но Германия сейчас воюет со всем Советским Союзом. Европейская Лига Обороны переживает рассвет. Чего? Германия вступает в Альянс СССР? Подождите, у меня, во-первых, здесь откуда-то есть лицензия. Не хочу. Это нормально, да? Вильгельм Третий и СССР. А, он еще и возглавляет. Нет, вы просто послали Европейской Лигой Обороны. Ну, в принципе, нормально, нормально. Видимо, тот самый Вильгельм, который вспомнил, что он посылал коммунистов именно за тем, чтобы устроить вторую гражданку. Нормально так. Прикольно. Так, а вот сейчас вопрос на застыпку. Влетать угасовывать сейчас нет смысла, потому что там идет гражданская война. Поэтому давайте-ка мы пропишем сейчас претензии на Польшу. Наверное, и повоюем уже с Польшей. Потому что с Германией нет смысла, сейчас воевается Италия тоже. А вот в Польшу влететь сейчас само топ. Потому что здесь сейчас Германия воюет с кем-то. И совок, в принципе, пока что занят. А в Польшу влететь как нефиг делать. Национализирую я, кстати, здесь Карпасскую руку сейчас. Давайте двигать свои дивизии. Отлично. Дивизии двигаются. Так, 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 так. Зегут. Так. По поддержке у нас здесь что только нет. И саперка, и арта. У Польши, конечно, то же самое. А, у них нет даже этого сейчас. У них только отряд конной разведки. Ага. Польша гран... Я, конечно, сейчас все понимаю, но я извиняюсь. А зачем эти вот Польши гаранты от Советской Литвы? Когда та еще и воюет с Германией. Да, уж, ну давайте дождемся. Там, скорее всего, я сейчас спаду. И дивизию Польши так-то так, нормально. Ладно, давайте сейчас я еще выставлю производство. Чтобы еще выставить. Давайте вот моторизацию еще поделаем. Зайдем в торговлю, закупим сейчас ресурсы. Стали у нас нет. Давайте у кого закупим? У ближайшей Испании, наверное, да? Резину у Франции, то есть давайте закупим. Так, и по фабрикам давайте, наверное, строим сейчас. Улучшать железные дороги, чтобы у снабжения лучше. Давайте, давайте, давайте. Здесь вот так вообще провести. Так, нет, проводить не надо. Просто улучшить надо, просто улучшить. Вот так. Все. Продолжаем. А еще прикольно то, что Греция начала втолкаться в Болгарию. Нет, я, конечно, все понимаю. А можем сейчас пригласить ту же Болгарию, я не знаю, в Альянс. Или Югославию в Альянс, чтобы вместе с ними разобраться. Просто-напросто, если сейчас так произойдет, то мы вот здесь вот ничего не получим. Румынию мы максимум получим здесь. Я убаню, если ее тоже не захватим. Какой кошмар, а? Просто какой кошмар. Здесь нам, кстати, говорят, сделать лучше марионеткой Югославию. Забрать только несколькие территории, ну ладно. Давайте потом сделаем марионеткой, а так ждем претензий на Польшу. Здесь, кстати говоря, котел сделали Югославы. И Болгария даже начинала прорываться, вы посмотрите. Болгария прорывается. Нифига себе. Болгары-то времени зря не теряют. Они прям в решительное наступление пошли. Прям реально? Ничего себе. Ладно, продолжаем. Все-таки гражданская война в России завершается у нас. Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Ааа. Литовская СССР становится марионеткой СССР. О, гаранты, кстати, спали. Что самое прикольное? Германия получила только мемель. Ааа. А вот эта прикольная вещь. Нет, Германия, я, конечно, все понимаю, что здесь еще одна марионетка советская. Но зачем тебе Испания? Германия! Зай... Тссс. Германия, с тобой все нормально сейчас, нет? А, здесь еще Британия начнет распадаться. Какой же все-таки прикол? Ё-моё! Доминион Родезия. Нет, я все понимаю. Блин, Германия, ты, по-моему, что-то делаешь не то, ты понимаешь? Просто понимаешь, нет? Всей сути этого, всего... По всей видимости, нет. Так, да, у нас сейчас... Гражданская война в Испании закончится. Да, действительно! У нас сейчас экономика останется, скорее всего, да. А, нет. Третий этап должен быть выполнен. Блин. А мы не успеем, да, взять? Да, мы не успеем взять. Третий этап готов. Ладно. Поехали. Так, все, у нас появились претензии на Польшу. Давайте-ка пока что возьмем социалистическая промышленность для Балкан. Получим неплохо так фабрик. А, хотя нет, давайте мы это не будем брать. Укрепим постсони. Или что это? А, вот граница Чехословакии как раз. Давайте-давайте как раз укрепим. Ну и давайте выйдем уж в Польшу. Вот так вот. Я надеюсь, что Польша сейчас никуда не вступит. Потому что если она вступит в Германию, будет очень плохо. Так, смотрите-ка, что у нас здесь появляется. Место для прорыва. Неплохое такое. Вы просто посмотрите. Нет, вы просто посмотрите, что творится-то. Подождите-ка. Давайте-ка задержим их здесь, товарищи. Подожди-ка, это же прекрасно. Нет, ладно. Нет, подожди, мы конницу прорвем. Мы должны прорвать конницу. В этом деле. Давайте-давайте-давайте прорвать. Нет, черт. Мы не прорвем здесь уже. Зато вот сюда могли бы проехать, но мы тоже не успеем, скорее всего. Так, ладно, здесь стоим. Нет, подожди-ка. Здесь лучше не будем стоять. Сюда тоже лучше бы наступать. Ой, вы просто посмотрите. Польша просто сдается как нефиг делать. Давайте перегоним сейчас еще сюда нашу авиацию. Просто накинем авиацию сюда. Все, вы просто посмотрите. Авиация накинута. Все, мы просто продвигаемся дальше, куда больше. В конце концов. Так, отлично. Здесь пока что мы ничего не можем. Давайте попробуем прорваться здесь. И прорваться в этих провинциях. Давайте-ка. Да, мы прорываемся. Отлично. Мы очень даже, я так понял, прорываемся. Особенно вот здесь вот. Да и здесь мы, в принципе, не плохо так прорываемся. Может быть, возьмем Львов? Нет, Львов мы не возьмем, к сожалению. К сожалению, Львов не будет взять. Но зато... Мы возьмем сейчас провинцию здесь. Подождите-ка. Давайте-ка их здесь задержим. А, здесь везде еще проатакуем. Давайте, 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 давайте. Бульская армия просто летит. У нас и так там в 160 уже. Потому что прекрасно. Давайте-ка теперь вот сюда, вот. Давайте, 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 пацаны, давайте. Вперед. Прорываемся и сюда. Теперь еще. Отлично. Так, его пока не взят. В скором времени, я думаю, мы его возьмем. Так, черт, здесь боится. Продолжаются, лучше бы их остановить пока что. Давайте, давайте, пока что остановимся здесь бою. Здесь мы прорвались. Все, пока что мы стоим. Так, отлично, стопэ. Давайте-ка сделаем вот так вот. Хорошо. 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 Отлично. Прорываемся. Теперь просто вот это держим дело. Просто прорываемся. Сейчас закатлим. Сейчас сделаем котел. Отлично. Отлично, подробно котел. Все, мы это котлим дело. Прекрасно. Прекрасно. Во львов давайте попробуем. Отлично. И вот тоже вроде подается это ему дело. Давайте, 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 товарищи, давайте. Ой, какие товарищи? А, ну да, товарищи. Япономы. Мы же это. Так, ладно, давайте сейчас закроем тогда здесь этот котел. Все-таки. Все, котел закрыт. Польша потерял уже 51 тысячу, когда мы только... Сколько? 14. Прорываемся еще вот сюда, вот. Да уж, ну война с Польшей тоже не такая уж и сложная оказалась. Черт. Прорвемся, прорвемся, куда денемся так. Давай-ка вот сюда теперь. Здесь поможем. Давайте, давайте, давайте. Они пытаются что-то нас сдерживать. Пацаны, у вас ничего не выйдет, вы понимаете? У вас ничего не выйдет. Да-да-да-да-да, все. Давайте-ка сделаем еще вот так вот. Все, 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 все. Сейчас пойдет Львов. Отлично, Львов пал. Снабжение у них сейчас сразу перекроется. Давайте прорваться теперь вот сюда вот. Заодно попробуем прорваться вот сюда вот. Контр-наступление мы сделали отлично сейчас. Проходим через реку. Так-то неплохо. Все, поля конкретно так начинают убиваться от нас. Прямо конкретно. Да уж. Ну давайте продолжим. Ладно. В конце концов у нас делается котел в районе Вауи. Не сейчас делается, закрывается сейчас уже котел в районе Львова. Давайте-ка его закроем сейчас. Просто даже обычная наша конница может закрывать польские дивизии, как нефиг делать. Я так понимаю, у Польши очень большие проблемы с вооружением. Из-за этого ничего не может нам сделать. Прекрасно давайте-ка мы еще возьмем регулировку армии, чтобы восстанавливались наши дивизии быстрее. Давайте еще возьмем вот сюда вот это дело. Давайте-давайте-давайте сейчас просто прорвемся. Так, в конце концов, давайте вот сюда прорвем. Да, просто посмотрите, просто летим. Летим как только можно, думаю. Да, 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 Польша потеряла уже за месяц войны 212 тысяч. Даже за месяц, даже меньше. А может и за месяц. Не знаю, да, где-то за месяц все-таки. Так, черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт-черт. Нет, давайте-ка мы с ним вот так вот. Нас выбьют здесь скорее. Нет, не выбили. Отлично. Азиатская группа. Там, да, Клантунская область восстала, к сожалению. Или, к счастью, в Азии тоже началось всяк. Капец какой. А куда что? Вы чего это, пацаны? Вы чего это? Вы чего это? Пацаны, вы чего это так? В Синьцзиане война. Давайте-ка займем еще здесь аэропорт. Почему бы и нет? Давайте-давайте-давайте-давайте. Еще дивизию давай. Отлично. Просто продвигаемся по польским территориям. Так, давайте здесь конницу еще прорвем все-таки. Здесь прорвемся. Нет, ну Польша все-таки вообще реально ничего не может. Она бывает, что она прорывается там, да. Но в конце-то концов. Мы просто, у нас везде зеленые колбочки. Просто везде. Так, Япония вступает в блок. Хорошо, пускай вступает. Смотрите, котлим в итоге еще две дивизии. Давайте-давайте-давайте-давайте-котлим в итоге еще две дивизии. Здесь танком вообще можно проехать без проблем так. Здесь их еще и выбить можно. Еще минуту две польских дивизий сейчас будет. Отлично. Так, и в конце сентября 39-го года будем взят уже Краков. Давайте-ка сюда еще сейчас ударим. Краков будем взят. Сейчас у них пропадет снабжение. Так, давайте-ка протопуем вот сюда вот. Нет, не будем. Давайте сюда не будем. Протопуем лучше вот сюда вот. Здесь дивизии сейчас заберем в котле. Давайте-давайте. 85-86, давайте. Польша потеряет в итоге еще больше. В том числе вооружение. Смотрите, какая у нас есть возможность. Просто выделяем дивизии и просто едем. Да-да-да, именно так это все и происходит. Польша просто ничего не может. У нее будет точно такой же перевес в два раза. Даже больше, чем у нас с Чехией. Просто был большущий перевес, который она опять-таки не потянула. Так, давайте-ка. Здесь они нас тоже пытаются. Что-то, что там. Давайте пробьемся вот сюда в итоге. Давайте. Все, да-да-да-да-да-дам. То есть, так же дивизия у нас здесь сейчас будет включаться. Ой, да вы посмотрите, какая красота. Давайте вдарим еще вот сюда вот. Да, они подвинут, конечно, сейчас сюда свежую дивизию. Все такое. Польша теряет очень большие ресурсы на нашу войну. Все, просто посмотрите. По всем фронтам Польская Республика отступает. Мы еще дальше в итоге продвинулись. Наступаем в Люблин. Люблин точно так же сейчас был взят. Нет, почему-то они еще пока что держатся. Да, реально. Там просто они ничего уже не могут сделать с этим всем. Так, давайте-ка еще сделаем сейчас котел в дивизии в конце концов. Давайте-давайте-давайте-давайте-давайте. Нет, пока что не делаем котел. Держим-держим-держим-держим это дело сейчас. А, нет, подождите, мы сейчас можем все-таки попробовать сделать котел. Давайте пройдем конец. Да-да-да-да-да, смотри, что можно сделать, попробовать. Пробуем, 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 пробуем. Смотри-смотри-смотри, что сейчас можно сделать. гениально просто гениально да 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 нет все все-таки не успевают пройти ладно мы поддержим вас на курсовой здесь нет все таки они не дают сделать котел здесь а да и здесь тем более них выбиваются просто-напросто очень легко давайте давайте пацаны отлично в итоге у нас делается еще один котел на одну дивизию сразу закрываем этот котел больше теряет еще больше снаряжений просто я не понимаю что творится в этой серии с польшей большего абсолютно ничего не может сделать нет вы просто посмотрите больше просто капает как нефиг делать конце концов сейчас подходим уже в брест литовску все отлично мы подходим еще больше еще дальше давайте протоколом здесь здесь атаки просто по всему фронту давайте давайте граждане да даже может быть сейчас оформим и котел нам просто остается прикрывать отходы и конце концов польская армия скорее всего сейчас дастся продолжаем так но в конце ноября у нас захлопывается огромный котел наполовину польской оставшейся армии в конце концов у польши остается так уж и много 33-65 сейчас мы еще уменьшим это количество возьмем варшаву я думаю больше уже на этом как здесь кстати не мешало бы взять еще одну дивизию котел просто вот посмотрите мы просто выносим польские дивизии то есть они не могут ничего даже сделать в этом не спокойно даже через реку больше не строн понимаете больше я не представляю что делать больше если на них напала германия я боюсь представить чтобы здесь створилось потому что мы это не совсем германия мы австро венгрии как бы чуть чуть послабее пока что германии вот смотрите мы зажимаем еще одну дивизию в конце концов возможно мы даже выйдем сейчас еще дальше досмотрите мы просто сейчас выпьем еще дальше это дело тем временем тем временем да все просто конкретно польская армия здесь теряет очень много солдат все то есть тут как бы это даже разговаривать нечем не давайте не будем давать ребятки максимум только делать котлы и я знаете я хочу попробовать сделать просто котел из всей польской армии из всей просто сделать большинчик котел отлично чтобы они просто-напросто уже не могли растягивать а нет все таки не растянули фронт ладно давайте тогда еще заберем этот котел 65 давайте давать товарищи папа к сожалению пока что у вас нету давай сдавайте авиация у нас начинает бомбить так нормально и да у нас кстати уменьшилась авиация за все это время войны все просто польша летит больше уже ничего не остается делать я боюсь представить на чем просто держится польша просто и теперь посмотрите конец декабря тридцать вертого года потери больше в нашей войне 644000 вы знаете что если сейчас делать еще где-нибудь котел например вот в этом месте это спокойно получится в том числе мы просто делаем вот так вот здесь еще закатиться несколько если же сделать котел здесь есть даже уже средние танки посмотрите-ка если же сделать уже котел вот здесь вот мы пробиваем даже спокойно средний танк то есть пройти давили например это тоже у нас уже без проблем получится давайте еще добавлю просто я хочу добить хотя бы 800 ты что вы больше скоптилировал только под 800 тысяч вы просто реально выбиваем эти дивизии 78 да 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 начинается пробег конкретно здесь мы держим все отлично вы пробились еще дальше и больше между прочим 55 процентов силу то есть она держаться будет прям так мощно а подождите давайте знаете как сделать пробьемся вот сюда смотрите 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 вы просто пробиваемся вот сюда оставляем дивизию здесь смотрите все мы пробились первый вопрос заходим просто нет пацаны давайте мы не будем да хорошо и дивизии поставим просто новогоднее наступление как бы это странно не звучало но это новогоднее наступление даже знаете чтобы сделать сейчас хоть и новогоднее наступление новый год все дела говорят 1940 год польша держалась достойно вся эта серия мне кажется будет посвященная именно этой польше потому что остальных войны я не вижу они вообще то есть их почти что и нет вот просто я сейчас не знаю вот если я сейчас там здесь польскую армию я боюсь представить что просто представить что будет потому что польза польша просто на вас тогда отлетит как нефиг делать она теряет 658 тысяч сейчас отъедут танки да кстати здесь я получил еще фабрики военный завод давайте железнодорожников прокачаем чтобы сейчас получить все и вы просто посмотрите мы теперь проходим вот сюда проходим вот сюда больше все больше неспособны вообще ничего нам сделать уже концепт на концов да конечно возможно не откроет сейчас котел возможно мы будем стараться чтобы его не открыли давайте его быстрее захватывать здесь тоже чтобы не зашли давайте 82 отлично все дивизии просто улетают так сейчас красиво быстро после напросто мы просто в этом пошел и уже идет на 29 как он кошмар и пробивается даже сюда давайте оставлю здесь эту дивизию сразу же так тихо сейчас спокойно тем временем у польши дивизии 24 45 потеря 684 тысячи то есть вы понимаете да что как это все происходит больше теряет почисток всю свою армию с нами сейчас будет прикольно если даже здесь отлично все отлично все теперь вы на просто просто закрываем здесь дивизию пока чем так так линейная это конечно прикольно но давайте-ка лучше вот так возьмем все просто посмотрите на это дело больше тем временем все так же 58 проценте к всего ну то есть больше еще как бы может жить более-менее давайте возьмем вильнюс или как его любят называть вильна так британский союн да там остальные уже коммунисты в тем временем давайте-ка мы будем наглядеть здесь просто польша просто ничего не может там сделать просто зажимаем польский дивизий в котах и уничтожаем так нефиг делать вот можно знаешь что сделать сейчас просто она закрываем еще здесь котелы и дивизии больше все больше даже пополнять уже ресурсы вещи давай-ка сделаем вот так вот я кстати сделал танки новые вот здесь вот я их сделал тоуте сейчас будет производить начинать здесь сразу же закрываем еще один котел берем в конце концов просто двигаемся еще дальше нет реально просто все больше больше все больше просто ничего уже не может просто блин все давайте просто сделать сейчас да там две девяти еще захлопнулось все просто посмотрите это соотношение потерь 771 тысячи на 76 тысяч вы это вообще представляете сейчас нет это семьсот семьсот почти восемьсот тысяч больше потерял просто по местам давайте сделаем сейчас мы здесь еще небольшой прорыв возможно не кстати удерживаться здесь хотя почему нет они не удерживаются просто вот сейчас атакую сердце и больше просто польская оборона просто сыплется как нефиг делать больше просто не может ничего сделать все сердце взята сразу же летит все 100 все стабжение сразу полетела автоматом сразу начинает прорыв сюда вот конец и прорываются все дальше давайте давайте а сколько в людских ресурсов осталось у польши мне очень интересно ну еще сотка есть в принципе это неплохо для польши данной ситуации она может поднимать еще новой дивизии ну давайте пацаны давайте давайте нет надо не дать им вывести дивизии здесь вот все таки все таки больше пытается что-то сделать давайте знаете как сейчас сделаем мы просто опрывая получите двигаются сразу вот сюда отлично смотрите сейчас будет смотри 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 нет давайте-ка не допустим этого дела все просто кирды за польская армия оставшись а почти вся польская армия оставшись и находится все больше больше нет все реально ну что теряет от меня больше чем наверное она потеряла нет не больше наверно она теряет реально 862 тысячи почти лям нет я этого так не оставлю просто-напросто я этого так не оставлю больше начинают строить укрепы кстати говоря на дворе 40-ой год это не очень приятно сейчас ну что возможно сейчас германия скоро пойдет на почту либо же она может германии поэтому надо срочно заканчивать войну я просто закатить всю польскую армию вот просто взять и закатлить смотри то есть мы просто берем и продвигаемся и здесь тоже самое происходит да то что нам нужно давайте 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 пацаны отлично перекрываем в итоге железную дорогу идем вот сюда вот здесь прикрываем в конце концов он начинает поводить людей из варшавы нет братан ты не посмеешь это сделать сейчас хотя нет он посмеет только потому что он успеет и не подожди давай как делаем вот так вот да он пытается что-то сейчас делать давайте мы закроем это дело здесь здесь мы тоже будем их перекрывать как только сможем давайте 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 пацаны давайте пацаны давайте надо прорвать надо прорывать вы понимаете это дивизия она как бы это все отлично вы просто посмотрите давайте закроем сначала вот этот котел просто вот этот котел я даже не буду трогать котел под варшавой давайте просто закроем котел который у нас здесь сейчас здесь просто настолько уже много дивизий вот даже давайте атаку здесь прекратим все просто аннигиляция польских дивизий просто аннигиляция все 5 польских дивизий просто сейчас находится в окружении еще можно кстати прикольно сделать чтобы вот здесь сделал дивизия мы просто а он уже сделал или нет просто варшава в котле потерю польши 895 тысяч закрываем варшаву и просто наблюдаем за потерями давайте варшава закрывается давайте 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 а больше из дивизий да уже одна минус четыре девизия осталось давайте отлично еще если округлять больше теряет у нас довольно много солдат давайте-ка просто сейчас наглеем сделаем котел еще вот здесь просто сейчас будем наглеть даже вот смотрите мы просто сейчас дверь и которые у нас ничего не могут вы просто сейчас выставить и выбираем а в италии происходит коммунистическое восстание подождите это прикольно далее она не хочет валяться жалко значит придется воевать с коммунистами просто-напросто сейчас давайте-давайте да 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 вон там начинает прожимать ему там все нужно давай я знаю вы сможете пацаны как только сейчас у них спадает этот бамп на последний рубеж польская армия будет полностью источна она несет потери на 939 тысяч серия уже растягивается на 40 нет не на 40 на 38 минут прошло на 42 вышло я стараюсь если что люди делать все как бы все меньше меньше по времени серии при этом улучшать качество не контент который в ней происходит но вы сами можете сейчас соблюдать просто да она прожимает это это ну давайте а то не будем томить давайте уже откровенно и так сказать происходит у нас уже 1 а нет даже за 1 апреля финляндия вступает в альянский ванской империи да и просто давайте проходить подожди может быть больше сдаться так я просто боюсь представить чтобы используя сейчас если просто-напросто закрыть все эти дивизии бедные то есть по факту берешь и просто закрываешь эти дивизии все просто посмотрите на это дело просто посмотрите вот просто посмотрите на потери польши сейчас вот просто больше аннигилирует свою армию просто как нефиг делать и вообще по моему польская бейс по моему вообще забил на всю армию свою чисто забил а вот просто все то есть аннигиляция польских дивизий прошла успешно в итоге остается еще один процент остается у все потеря ровно миллион миллион и сто тысяч вместе сли польской армии это капитуляция нет это еще не капитуляции ну давайте просто-напросто возьмем поздно и польша капитулирует смотри все поздно и наша и польша капитулирует так мы обязательно забираем регионы львова кракова так кельцин обязательно заберем потому что нам нужны вот такие границы сейчас дальше давайте ка давайте ка сделаем марионетку наверно польшу просто-напросто польше сделаем своей марионеткой а лучше though а просто давайте ка сделаем Беларусь сделаем своей марионеткой как минимум и все остальное дадим польше вот так вот заберем также все и ее ресурсы нет подождите Я хочу забрать ресурсы абсолютно везде Забрать абсолютно всю промышленность Репарации Так, отлично, все Отправить требования Завершить В итоге у нас появляется Белорусская Социалистическая Республика И Социалистическая Республика Польша Прекрасно Просто прекрасно Нам еще Польша дала своих людских ресурсов Сразу же мы национализируем регионы Польши Вот так вот Как по мне прекрасно Все, просто прекрасно Мы здесь национализировали это дело Так, это мы выключаем Ну и в принципе наш альянс уже разросся Правда мы сейчас имеем границу с Латвией и Германией Но ничего страшного Будет удобнее наступать на эти страны Ну и давайте тогда на этом закончим Сегодня мы выполнили не так много фокусов То есть мы прошли буквально здесь Выполним два фокуса здесь И здесь И в следующей серии я думаю, что мы уже пройдем Вот по этим фокусам Четырем Сюда мы уже не уйдем А нет, сможем уйти Нет, не сможем Только вот сюда Королей Балкан Побоимся с итальянцами и с немцами И наверное закончим прохождение За островенгрию Так, ну и что ж Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Заходите в нашу группу в Дискорде Заходите в нашу группу в ВКонтакте Проявляйте активность в этих группах Добавляйте меня в друзья в Дискорде, ВКонтакте С вами был Фуандрий Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok